Водителя самосвала, участника жуткого ДТП, на время следствия заключили под стражу. Пока на два месяца, до 11 декабря. Такую меру пресечения ему избрал Ленинский районный суд. По словам подозреваемого, в тот злополучный вечер все началось с того, что затормозил впереди идущий автомобиль. На что водитель самосвала тоже отреагировал и затормозил. После чего его машину вынесло на встречную полосу. Я же чего-нибудь прикасываюсь. А что будет? Я же уже туда сказал. Что на самом деле произошло на трассе М7 вечером 11 октября, предстоит выяснить следствию. Сейчас расследуются два уголовных дела. Одно в целом по ДТП, его ведет МВД Чувашии. Второе по факту ненадлежащего оказания услуг без соблюдения требований безопасности, что повлекло гибель людей. Это дело передано в центральный аппарат Следственного комитета России. Проводится проверочное мероприятие по произошедшим событиям. А именно проводится проверка соблюдения законодательства о труде, о лицензировании и о безопасности пассажирских перевозок. Данная проверка уже имеет результаты. А именно на сегодняшний момент уже выявлено нарушение в деятельности организатора пассажирских перевозок. И вынесено постановление в порядке статьи 37-го уголовного процессуального кодекса, которое направлено Следственное управление Неследственного комитета России по Чувашии Республики, с требованием о возбуждении уголовного дела по части 3 статьи 238 Уголовного кодекса России за оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Будут изучаться техническая документация микроавтобуса и грузового автомобиля, а также действия водителей этих машин. Продолжение следует...